Вода является основным химическим компонентом человеческого организма. Мы на 60% состоим из нее, и поэтому ежедневное употребление воды просто жизненно необходимо. Но вот какую воду мы пьем? Сырую или кипяченую? Купленную в магазине или набранную в колодце? Каждый делает выбор самостоятельно. А вот насколько этот выбор верен? У врачей сомнений на этот счет нет. Сырой воде не место в вашем организме. И тому довольно много причин. Вода у нас является источником многих инфекционных заболеваний. Летом часто бывает через воду заражение вирусным гепатитом А, что очень опасно. Если один источник заразный, то могут быть большие вспышки. В инкубационный период человек попьет, и после него кто-то попьет из этого колодца, то могут быть вспышки заражения очень большие. А еще дизентерия, кишечная палочка и прочие инфекционные заболевания, о которых люди даже не задумываются, когда в очередной раз идут за глотком ледяной воды. Скажите, пожалуйста, а вы эту воду будете пить? Да, буду. Она сырая, это небезопасно? Ну, мои знакомые сюда каждый день ходят, пьют, и все нормально, так что по рекомендации, по сути. Радует одно – не все так беспечны в своем выборе, пусть и рекомендованном. Кулерная вода. Покупная? Покупная, да. А вы когда-нибудь пипели воду из родников, из колодцев? Нет. Я не доверяю этим источникам. Я пью или кипяченую, или покупаю в магазине. Покупаю, и две бутылки покупаю и пью. Кипяченую, либо фильтрованную, ну в крайнем случае. Скорее фильтрованную, потом еще и кипяченую. И все же, если ваш выбор пал на родниковую или колодезную воду, примите несколько советов на вооружение. Если вы захотите утолить жажду в жаркий солнечный день, то самым безопасным, с точки зрения чистоты воды, считается колодец. Но здесь вода под замком. Таким образом, местные жители, очевидно, хотят обезопасить себя от попадания в колодец посторонних предметов. Или, что вполне вероятно, возможности отравления воды посторонними людьми. Набирая воду из колодца, родника или стационарной колонки, которая служила заменой водопроводной воды в советское время, внимательно осмотритесь, проходное ли это место, оборудовано ли оно мостиками, подведена ли труба к роднику и прочие мелочи, говорящие о том, что здесь часто берут воду другие люди. И все же кипятить даже эту воду надо. Только этот способ позволит убить распространенные бактерии и вирусы и уберечь вас от попадания на больничную койку в разгар летней поры. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Продолжение следует...